Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречались с парнем полторогорно и жили вместе, в последнее время стал раздраженный, на мои вопросы, что происходит, ничего не отвечал. Потом сказал, что съезжает, позвонил риэлторам, ищет квартиру, сказал, что он свободный человек, что он сам по себе, я сама по себе, что все между нами было, это ерунда. То, что между нами было, это ерунда. Что он мне ничего не обещал, я пришла домой и достала из шкафов его вещи. Он пришел домой пьяный, начал мне говорить о том, что взял меня на понт, что это всего лишь слова, а я вот сразу собрала его вещи, и это значит, что он мне не нужен. Я ему сказала, что он мне нужен, но он оскорбил меня и унизил своими словами, что я хочу жить нормально, и я его не выгоняла. На следующий день, когда я была на работе, он собрал вещи и ушел, пока меня нет. Написал, что это я собрала его вещи, и это факт. Позвонил, попросил открыть машину и положил туда ключи. Теперь я испытываю чувство вины за то, что собрала его вещи, и сказал, раз хочешь, съезжай, съезжай. Правда ли он таким образом меня проверял, или это было сделано, чтобы повесить на меня чувство вины? Ушел бы он, если бы я не собрала ему вещи. Смотрите, здесь ситуация такая, что то, что произошло, это реакция на кризис. И у него, и у вас, скорее всего, назрел кризис в отношениях. То есть, это определенная такая точка невозврата, да, определенная такая критическая точка, когда люди или вырастут и решат свои проблемы, или не вырастут и расстанутся. Дело в том, что его раздражение не случилось просто так. И, скорее всего, связано это с тем, что человек почувствовал ответственность за отношения, и ему это стало страшно. И это очень похоже на повод, на повод, на поиск повода. Для того, чтобы расстаться, и для того, чтобы не быть виноватым в том, что произошло. Да, это похоже на перекладывание чувства вины. Это правда. Но. Ваше чувство вины не имеет ничего общего с тем, что сделал молодой человек. Ваше чувство вины имеет, скорее всего, свою собственную природу. И не связано, по крайней мере, напрямую с тем, что он делал. Да? Ваше чувство вины является следствием того, что вы не увидите своих желаний и потребностей, своих чувств. Из какого чувства вы собирали его вещи? То есть, вы просто описываете свои действия. Что я сделала, да? Что я пошла, собрала его вещи, вытащила их из шкафа и так далее. Но вы не пишете о том, из какого чувства вы это сделали. Да? Из какой потребности. Например, из обиды. Вы это сделали из обиды. Из чувства обиды, например. Или из чувства страха, или из чувства злости. А это в свою очередь. Есть проявление некой вашей потребности, о которой ни вы, ни он не говорите. То есть, не размещаете это, то, что вы хотите, и то, что он хочет в контакте. Ваше общение так складывается, что вы не говорите о том, чего вы хотите. Поэтому, если вы хотите поработать с чувством вины, то в первую очередь обратите внимание на то, из какого чувства, из какого желания вы собирали его вещи. И, возможно, имеет смысл написать ему об этом. Или, может быть, даже записать голосовое сообщение. Вот. И чувство вины, соответственно, здесь станет меньше. Кроме того, чувство вины в данном случае возникает еще и по одной причине, что вы что-то потеряли. То есть, чувство вины возникает от того, что у вас есть ощущение, что вы потеряли отношения. Ну, например. И это значит, что отношения для вас имеют значение не только в контексте того, что вы хотите быть человеком, да, и что-то для него делать. И с точки зрения вашей некой потребности. То есть, вы хотите именно отношения. И в этом смысле вы являетесь здесь более уязвимы, потому что для вас отношения. Это, наверное, единственный способ реализовать ту потребность, которая у вас есть. А правда в том, что в здоровых отношениях такой способ для реализации потребностей своих не может быть единственным. То есть, должны быть еще альтернативы. Потому что человек, на самом деле, действительно может захотеть уйти, захотеть расстаться и, в общем-то, как бы, чтобы вам не остаться у условно разбитого корыта, да, необходимо иметь какую-то альтернативу. А альтернативы у вас, получается, и нет. И отсюда чувство вины, что я потеряла, я разрушила отношения. Я лишила себя способа реализации некоторой своей потребности. На что еще хочется обратить внимание, это на то, что вы, видя, что человек раздраженный, спрашиваете его, что происходит. То есть, здесь есть элемент недоверия себе. То есть, я себе не доверяю и пытаюсь, как бы, опереться, вот, на товарища, да, на другого человека, чтобы он прояснил для меня картину мира. Здесь нужно учиться доверять себе. Здесь нужно учиться действовать, опираясь на себя, а не на другого. Если вы чувствуете, что человек раздражен, то ваше ответное чувство является тем самым фундаментом, на который вы можете опереться при построении своей модели поведения. А так получается, что человек раздражен, а вы, как бы, на него еще давите, потому что вот себе не доверяйтесь. Мне кажется, что у вас есть взаимная манипуляция, вот, он вами манипулирует в какой-то степени, вы им манипулируете в какой-то степени, в общем, ничего хорошего из этого, скорее всего, не получится. Ну, я имею в виду, если вот так продолжать, если в таком направлении двигаться дальше. Поэтому, как мне кажется, вам имеет смысл немножечко разобраться в себе, да, и научиться, ну, несколько другим моделям поведения, не тем, которые вы, ну, реализуетесь еще. И ваши вопросы, они именно являются следствием того, что вы себе не доверяете, а на нем, к сожалению. Потому что, если бы вы себе доверяли, то вопросы у вас так бы не стояли, они были бы или другими, или, ну, как бы, не возникло бы их у вас. Вот. Понимаете, да? Дальше. Вам обидно, вас оскорбили. И это очень важный момент, потому что этот момент вскрыл ваши болезненные места. И нужно, эээ, также, эээ, научиться обращаться с этим, с этими болезненными местантами. Не убегать от них в обиду, в злость, там, в какие-то действия. А именно, вот, учиться обращаться с этими чувствами и, находясь в этом состоянии, да, транслировать то, что с вами происходит. Вы этого не замечаете, но, эээ, понятие «нужен человек», понятие «нужности человека» и, эээ, как бы, состояние любви к человеку, это очень разные вещи. И, ну, нужен мне человек для чего-то, а люблю я человека просто так, просто так. Поэтому здесь, опять же, вопрос о том, о чём мы говорим. О потребности, о нуждаемости, значит, о зависимости, или о любви, значит, о чувствах к другому. Может быть, именно ваша, эээ, потребность в нём являлась, эээ, таким вот, ну, давящим фактором, фактором для молодого человека. То, что он чувствовал, что вы от него что-то требуете, то, что он чувствовал, что вы от него чего-то ждёте, а для него это оказалось тяжело. Вот. Дальше, эээ, если вы, эээ, считаете, что поступили как-то нехорошо, то есть, если вы считаете, что поступили вопреки своим ценностям, я повторюсь, именно ценностям, а не, эээ, из, эээ, позиции, что я потерял вот что-то нужное для себя, да, то самый лучший способ обратиться к чувствам вины, это извиниться перед человеком. Донести ему, эээ, больше элементов своей субъективной стороны. Чего вы хотели, что с вами происходило, и так далее. Вот. Эээ, молодой человек, если он, эээ, как бы, повёрнут к вам, да, если он хочет быть с вами, он это, скорее всего, примет. Ну, а если нет, то ничего с этим не сделаешь. Дальше. Эээ, правда ли, что он таким образом проверял, проверял меня? Эээ, здесь вы говорите о третьем лице, о молодом человеке, и профессиональная этика нам запрещает об этом говорить. То есть, не имеет никакого смысла, что мы говорим о третьем лице, ведь обратились к нам вы, и вы лучше его знаете. Поэтому спросите себя честно, мог ли молодой человек вас проверять. Если, если, эээ, вы это допускаете, что вот он по характеру мог вас проверять. Ну, скорее всего, да. Но знаете его вы, лучше. И это, эээ, хороший способ повысить уровень доверия вам именно к себе самой. Если я допускаю, что другой человек мог что-то сделать, значит, это так. Эээ, это было сделано, чтобы повысить на меня чувство вины. Ну, многие мужчины, многие мужчины так делают. Ушел бы он, если бы я не собрал ему вещи. А имеет это значение, если сейчас он уже ушел? Ну, имеет ли это значение? Вот подумайте об этом. Ну, как вот вы считаете? Имеет ли это значение? Вот, в принципе, то, что я хотел вам бы сказать. То есть, понимаете, если у вас внутри есть сомнения, то наши ответы вам на вопросы, эти сомнения не развеют. Потому что вы как не доверяли себе, так и не доверяете. А, условно говоря, оспорить, да, подвергнуть сомнению можно абсолютно любой аргумент, любое высказывание. Ну, я имею в виду интеллектуально. Потому что всегда найдется контраргумент. Всегда найдется какой-то факт. Поэтому здесь повторюсь вопрос именно вашего доверия к себе и того, чего вы хотите. Вот. Как мне кажется. Естественно, что сейчас вы переживаете не лучшее состояние. Ну, это нормально. Это очевидно, это нормально, да. Что расставание, да, это всегда вот в какой-то степени, ну, такой травмирующий факт. И крайне важно, чтобы вы эту травму прожили. Я не знаю, я не знаю как, то есть лучше всего это делать, конечно, с психологом, но вы можете это сделать, в принципе, и с любым человеком, который вам близок, который вам, ну, дорог, которому вы доверяете. Друзья, знакомые, может быть, родители, если отношения позволяют. Лучше всего, конечно, психолог. Вот. Это более, наиболее, наиболее корректный, наиболее экологичный способ прожить свои чувства. Чувства вот травм и так далее. Травма от расставания, да. Вот. Вот, как-то так. В целом, мне кажется, что у вас с молодым человеком либо было недостаточно, недостаточное количество общего между вами, что и привело, как бы, к расставанию. Либо, либо вы были оба тотально невнимательны к себе. И отношения выстраивали, ну, в несколько деструктивном ключе. У здоровых отношений есть несколько компонентов, да. Вот. И, как бы, важно на эти компоненты обращать внимание. Компоненты, например, такие, как, безусловное принятие другого человека, да, общие цели, общие интересы. Как бы, возможность брать у человека то, что у него в избытке и так далее. Я не думаю, что ваши отношения выстраивались по такому вектору. И, соответственно, вне зависимости от того, будете вы вместе или нет, да, вам необходимо учиться выстраивать отношения в таком ключе. Я также думаю, что какие-то вещи, в силу того, что вам, молодой человек, был нужен, вы терпели. И терпение никогда не приводит ни к чему хорошему. Толерантность, условно говоря, такая вот, ни к чему хорошему не приводит. Одно дело, если я принимаю и отношусь терпимо к каким-то недостаткам человека. И другое дело, когда я себя заставляю что-то терпеть. Это разные вещи, хотя порой отличить одно от другого сложно. Ну, можно, потому что в случае толерантности есть всегда внутреннее сопротивление, а в случае терпимости, это и есть вы. То есть, в случае, когда вы проявляете к человеку другому терпимость, это и есть вы. Вы это делаете, потому что не можете по-другому. Вот. Ну, как, например, когда, допустим, ребенок, да, который, маленький ребенок, который, например, ударился, скажем так, или у него сломалась игручка, и он как бы плачет, да, кричит, вот, ну, говорит какие-то вещи. Вы относитесь к этому терпимо, если любите ребенка. И, напротив, иногда бывает, что вам тяжело относиться к этому терпимо. Ну, вот, просто в силу ряда причин. Это может быть причина, причина какого-то, настроение ваше, какие-то условия вашей жизни, вот, ну, опыт, впечатления на моменты и так далее. То есть, мы не всегда можем быть терпимы, но мы можем быть терпимы к тому, что мы не всегда терпимы. Это не игра слов. Это про естественность. И вот, мне кажется, что вы именно пытались построить отношения на каких-то внешних факторах, да, например, на приведение ваших отношений к тем, каким вы хотели бы их видеть, допустим. Но, в итоге, это обернулось тем, что человек чувствует себя под давлением. И вам необходимо, с одной стороны, учитывать свои ценности, учитывать свои интересы в отношениях, свою направленность в отношениях и продвигаться, защищать, отстаивать свои интересы, но и нести за них ответственность тоже. А с другой стороны, учиться слышать другого человека, и чувствовать, и обсуждать, обговаривать какие-то вещи. Сейчас, в любом случае, нужно дать немножко времени. Как мне кажется, чтобы молодой человек побыл, остыл, вам тоже нужно дать немножко времени. Немножко, немножко. Неделю, может быть, полторы. Вот, если между вами есть чувства, никуда эти чувства за это время не уйдут. Но, обращаться с этими чувствами, и разделять, дифференцировать то, что вы ощущаете. Чтобы отделять, а что направлено из моих чувств на человека, и что я хочу, чтобы на него было направлено, а что вообще к человеку отношения не имеют. Ну вот, честно, откровенно, себе в этом признаться. Чтобы не навешивать на другого лишнее, потому что это всегда чувствуется, и вызывает соответствующую реакцию. Ну и обусловленность выбора вашего партнера тоже очень важна. Если вы, например, ходите в семью, но выбираете человека, допустим, склонного к риску, импульсивного, да, такого, то совершенно очевидно, что здесь имеет место быть дихотомия. И вот таких дихотомий лучше отходить. Ну, потому что они саботируют вам ваши цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Вы большая молодец, что поделились своей проблемой. Вы большая молодец, что начали об этом говорить. Но бросаются в глаза то, что говорите вы в основном о нем. И, в общем-то, пытаетесь понять его. А это невозможно сделать. Но вы можете разобраться в себе и помочь именно себе. Всего вам самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!